Добрый вечер, дорогие братья и сестры Христе! Поздравляю вас всех с праздником Пребрежения Господнего, празднование которого продлится еще несколько дней, и в этот день праздник этот приносится в храмы плоды всяческие для того, чтобы священники их осветили. Вот и нам сегодня принесли такие же плоды, мы их осветили, и люди, кто приносил их, поделился с нами этими плодами. И поскольку идет сейчас Успенский пост, эти все плоды можно использовать для того, чтобы приготовить одно постное блюдо. Мы уже с вами готовили блюдо, которое называлось Макагига в Великом посту, а сейчас пришло время показать вам чуть-чуть видоизмененный рецепт этого же пирога Макагиги, только он имеет у меня название Пребреженское. То есть ее хорошо готовить именно с этих всех плодов, которые приносятся в храм. Вот я их уже подготовил для того, чтобы их и приготовить. Вот эти плоды. Сюда я также прикупил немножко клубники и малины, которые составят основу, так сказать, этого пирога. И сейчас я займусь обработкой их, то есть очистить нужно их от кожуры. Подготовить и все это взбить в массу, жидкую массу на блендере. И после этого мы возвращаемся к дальнейшему рецепту приготовления этого пирога. Вот такая консистенция у нас, после того, как мы его перемороли, все это у нас будет такая вот основа. Видите, там низкая водичка, то есть я все то, что оставалось в этом блендере смыл водой, потому что она нужна. Сейчас мы его хорошо тщательно размешаем, видите, комочки есть, но они ничем не мешают, мне очень даже интересно получается, когда они попадают туда. Вот такая получается у нас смесь, очень питательная, очень аппетитная. Вот и отличие от зимнего нашего, от зимней нашей материи, она имеет свой аромат, свой вкус. Ну и дальше мы будем с вами действовать по старой схеме, если вы помните, в прошлый раз мы добавляли туда смеси, что мы сделаем сейчас. Вот смеси можно добавлять, добавлять с тем, что они здесь, здесь какие-то финики, что там еще. Здесь у нас и изюм, можно добавлять и все, что фрукты, по желанию. Ну у нас получилось много основы, поэтому мы сюда 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 добавлять не будем. В отличие от зимней макоги, мы добавляли очень много всяких сухофруктов, то здесь мы добавлять не будем. Еще раз напоминаю, для тех, кто не видел этого рецепта, мне нравится, чем этот пирог, что этот рецепт, отсутствие всякого рецепта. То есть здесь все добавляешь, как тебе нравится, сколько тебе нравится. Сейчас мы немножко размешаем и оставим на минут 10-15, чтобы оно размякло, чтобы оно раскисло. И приобрело такую консистенцию теста. Можно добавлять муку, но я вижу, нам сегодня не понадобится мука такая-либо, нам хватит и этого. Еще чем мне нравится этот пирог, он никогда не пригорает. В смысле, несмотря на то, что мы ничего не добавляли из каких-то жиров и масел на саму дека, этот пирог не пригорит. Поскольку мы с вами недавно, несколько дней назад освещали мак, то мы, чтобы добавить, не знаю, какого-то своего праздничного вкуса, добавим сюда и мак. Еще я, как вам говорил в прошлый раз, я добавляю сюда и лену. Семена льна, они даются тоже такой интересный вкус, когда попадаются эти семена в кусочки пирога. Ну, интересный очень. И полезный, как мы знаем, и он очень полезный. Семена его помогают мастущее варенье. То есть это блюдо не только вкусно будет, но еще и... можно относиться к нитиву и здоровой пище. Так, ну сразу же добавим, наверное, мы сюда ванилин. Не нравится этот запах, поэтому я к ванилину сюда не жалей. Другого не казалось надзором. Добавляем сюда корицу. Тоже много можно добавлять, которая очень полезная и ничуть не помешает в этом блюде. Но это опять же по вкусу. Кто-то может не любить, но не добавлять корицу. Кто-то может добавить больше или меньше. Это уже все зависит от вас самих. Перемешиваем тщательно. Можно добавить сахар, кто хочет. Я сейчас добавлю подсластитель для диабетиков специальный. Обязательно надо, чтобы оно раскисло, потому что я уже пробовал печь его сразу. Оно получается не такое, оно получается твердое. Так, ну сейчас плюнемся немножко. Все-таки я решил добавить еще немножко. У нас оказалось есть изюм. Добавлю еще немножко изюма. После этого, видите, оно немножко размято. Сейчас мы добавляем сюда разрыхлитель для теста. Сейчас сделаем это все. Дело более пушистым. Видите, еще вступая в реакцию с кислым малиново-клубничным соком. Немножко темнеет. Сок этот становится темнее. И вот как немножко приподнялось это все дело. Вот. Но я думаю, что этого еще маловато, потому что мы добавим еще немножко соды. Потому что само по себе кисловатая все это дело. Сок. Сода, она немножко погасит его, чтобы не было так кисло. Видите, сразу пошло какая. Реакция пошла. Седает кислоту. Сода и даст необходимую нам мягкость этому тесту. Вот. Ну, в принципе, та пусть она уже саму там реакцию, какую хочет, выдает. А мы с вами сейчас это все вверх прокроем семенами кунжута. После этого поставим в духовку. Сначала мы ее включим на полную. А потом немножко уберем и пусть печется. На течение минут на сорок это мы ставим. Ну, обычно, как бы практически этого и хватает. Ну, может быть немножко, смотрим уже там окном. Смотрим, если оно еще жидковато, не вся жидкость ушла. Значит тогда можно взять и еще минут на десять поставить. Вот. Итак, сейчас вносим все в духовку. Вот такой у нас пирог получился после того, как мы достали его с духовки. Когда закончился время ровно сорок минут. Сейчас мы его поставим в теплую духовку, в горячую духовку. Пусть он стоит, так сказать, до утра еще доходит. Хотя он уже, в принципе, как бы готов. Но для того, чтобы более, так сказать, закрепить наш успех. Надо, чтобы он поставил в горячей духовке. Все. До свидания. До свидания. До свидания.